Начнем с наглядного памятника. Конечно же памятник сегодня посвящен другой стихии, унесшей тоже десятки тысяч или миллионы жизней, то есть чуме. Но сами посмотрите, памятник говорит сам за себя. Согласно официальной исторической науке, этот памятник был поставлен в конце 17 века, но по моей гипотезе датировка установки памятника позже и позже лет на 100. Но забегая вперед скажу, что такой чумной столб в Европе не один. Есть похожие столбы в Кошице, Словакия, такой же столб есть в Будапеште, еще столб в монастыре Хайлигенкроуд. Хочу заметить одну важную деталь практически всех этих памятников. На вершине каждого из них присутствует шар, у которого сидят ангелы, а все облака грязи спускаются на землю как бы стилизованно из этого самого шара. То есть шар есть источник той жижи, вытекающей с небес. А то, что на памятниках изображена именно грязь или какая-то вязкая субстанция, льющаяся на землю, я думаю, ни у кого сомнений нет. Конечно же, кто-то напишет мне в комментариях, что это просто облака. Но нет, это не облака. Облака летят в небе над землей. Они падают на нее, заливая людей, которые на этих изображениях как будто тонут в этой субстанции. Конечно же, эти памятники не имеют никакого отношения к чуме. Можно сослаться на замысел авторов этих колонн. Но стилизация чумы, как падающей с неба грязи, причем из какого-то шара, мягко сказать, некорректна. А как мы знаем, представители античной цивилизации были очень далеки от современного авангарда. Они были абсолютными реалистами, судя по всем произведениям их искусства, дошедшими до нас. Я думаю, эти памятники были поставлены в Европе после потопа, случившегося по моей гипотезе на рубеже 17-18 веков. И этот потоп за последние 3-4 столетия был первым. И уничтожил он ту самую античную в кавычках цивилизацию. А памятники поставили представители уже межпотопной цивилизации, не утратившие технологии обработки мрамора. И эти памятники реально мраморные, сделанные на таком же уровне, как и все дошедшие до нас памятники якобы греческой и римской цивилизации. Те самые скульптуры, статуи и барельефы. Как я неоднократно предполагал в своих фильмах, Европа менее всего пострадала от того глобального потопа 17-18 веков. Конечно же, не западная Европа, Франция и Италия с Испанией, по которой прошла волна, а именно центральная и восточная Европы. Волны цунами, шедшие с северного ледовитого океана вглубь Евразии, были рассечены скандинавскими горами, как волнорезом, и перенаправлены западнее и восточнее. Территория центральной и восточной Европы была, конечно, затоплена, но не несколько сотметровыми сериями цунами, сметавшими все на своем пути, а просто сильно поднялся уровень воды в этих местностях. Конечно же, были жертвы, были разрушения, но не такие колоссальные, как во всем остальном мире. К сведению, эти волны потопа за Уралом все смыли наглухо. Также очень сильно досталось Франции и Италии. Испания из-за своей горной местности пострадала тоже, как и центральная Европа, намного меньше. Соответственно, в центральной и восточной Европе выжило гораздо больше людей, чем в западной и за Уралом. И вот эти самые представители центральной и восточной Европы и были создателями межпотопной цивилизации. Получается, судя по этим грязевым памятникам, поставленным в странах именно центральной и восточной Европы, огромный ущерб им нанесла падающая с неба грязь, а не серии цунами. Там, где прошли цунами, видимо, никто не выжил. Так что же это за грязь? А это были обломки того самого шара, который и стилизован на вершинах памятников, как ее источник. Этот шар – небесное тело, разрушенное на орбите Земли, крупные части которого упали на нашу планету сразу, после его разрушения. Они-то и вызвали потоп. Тот самый прецессионный проворот водных масс мирового океана относительно литосферы. Я об этом многократно говорил в своих фильмах из серии «Три полюса. Два потопа». Огромные серии цунами пронеслись через Европу с севера и слили массы своей воды в бассейны пресноводных озер нынешнего Черного и Каспийского морей, а также, конечно, в Средиземное море. Но оно было соленым. Хотя все эти три известных водоема – Черное Каспийское и Средиземные моря, по моей гипотезе, были тогда расположены в низинах на 100-200 метров ниже уровня Мирового океана. И Гибралтарского пролива не было. Воды Средиземного моря и Атлантики не сообщались. Что же было дальше с осколками разрушенного небесного тела? Огромное количество мелких осколков еще долго вращалось на орбите Земли, теряя скорость и падая на поверхность планеты. В массе этих осколков находилась и замерзшая гидросфера этого тела, превратившаяся в частицы льда. По моей гипотезе, то самое космическое тело, о котором я говорю, это один из трех спутников нашей планеты Земля, под названием Леля, который имел и атмосферу, и гидросферу. Я думаю, что атмосферу и гидросферу имели и оставшиеся спутники, Фата и Месяц. Так вот, эти льдинки от гидросферы Лели, теряя скорость, вместе с частями разрушенной литосферы спутника, падали на нашу планету, попадая в верхние слои атмосферы, где от трения нагревались и испарялись, насыщая верхние слои атмосферы Земли парами воды. Соответственно, все это, конденсируясь, выпадало сильнейшими дождями. И этот ливень имел долгий планетарный характер, то есть дожди шли по всей планете. Согласно Библии, в первый потоп дождь непрерывно шел по всей Земле 40 дней. По-моему, это библейское описание и есть описание того первого потопа 17-18 веков, уничтожившего античную цивилизацию. Но наряду с замерзшими частицами гидросферы, на Землю падали и те самые осколки разрушенной литосферы Лели, состоящие из всех твердых элементов. Крупные и мелкие куски литосферы спутника, так же как и лед, нагревались и от расширения при нагреве разлетались на мелкие фракции, песка или вообще пыли. Какая-то часть из них, конечно же, сплавлялась, но при ударе о Землю разлеталась опять в пыль или песок. Сплавлялись те части пород, насыщенных металлами. От них, конечно, появлялся металлический сердечник при сплавлении превращающийся в окалины, как всем известные метеориты, состоящие в основном из металлов. И эти окалины, метеориты, обнаруживаются во всех уголках Земли. Мы даже знаем изделия из так называемого метеоритного железа. Из него якобы древние люди изготавливали инструменты и ножи. Сейчас металлические метеориты тоже, конечно же, падают, но очень-очень редко. А вот тогда был реальный праздник упавшего на Землю железа. Но вернемся к изображенной на памятниках вязкой субстанции. Получается, что с неба падала уже фактически грязь. Пыль смешивалась с водой, еще находясь в атмосфере. Вот что значит ливни совместно с пыльными бурями. Именно пыль от разрушившихся осколков литосферы спутника, как наиболее мелкофракционная, и слепалась от воды, которая также проливалась с неба. А песок и более крупные тяжелые фракции осколков спутника просто сыпались с неба. Конечно же, ветры этот песок разносили, но не очень далеко от траектории падения. А вот пыль, как более легкую субстанцию, ветра разносили по всей атмосфере планеты. Прямо во время дождей. Может быть, это покажется фантастичным. Но если понять реальное количество воды в атмосфере и количество этой пыли, да еще учесть силу ветров от возмущенной взрывами атмосферы, мы и получим эту самую грязь, льющуюся с небес. А падая на землю, грязь, как и любая вязкая субстанция, ложилась слоями на ее поверхность, вне зависимости от рельефа, покрывая всю ее своим слоем. Поэтому грязь и глину мы и сегодня видим не только в низменностях, но и на вершинах холмов и гор. Теперь ко второму потопу середины 19 века. Тогда, по моему мнению, упал второй небесный объект. И это был спутник земли Фата. Со мной, конечно же, многие не соглашаются и рассказывают, что Фата упала 13 тысяч лет назад. Но я в своих работах опираюсь на те следы, которые вижу на поверхности земли. И руководствуюсь изменением, произошедшим с береговыми линиями, речными системами, уничтожением городов. То, что я вижу на средневековых картах и то, что я вижу сегодня. Так вот, второй объект, упавший в середине 19 века, разрушили на орбите гораздо сильнее. И его осколки были меньше, чем осколки от первого упавшего тела. И траектория, вернее, орбита этого небесного тела Фаты была ближе к экватору. У Лели наклон орбиты плоскости эклиптики составлял 60-70 градусов. А у Фаты это было 10-20. Мы видим четкий след от одного большого куска, упавшего на поверхность земли, предположительно от этого спутника Фата. И этот кусок образовал пустыню Токламакан. Но, так как орбита второго спутника была ближе к экватору, при падении его осколков не возникло прецессионного движения оси вращения Земли. Следовательно, волны цунами во второй потоп не образовались, не проворачивалась литосфера относительно гидросферы. Но грязь небес была такой же, как и я описывал выше в первый потоп. И сейчас именно последствия второй грязи, второго потопа середины 19 века, мы и видим в засыпанных первых этажах практически всех городов мира. Остается только один важный вопрос. Почему сегодня эту глину мы видим только в городах, в виде тех самых засыпанных первых этажей зданий? Также мы ее видим еще и в горных местностях, особенно там, где под этой глиной лежат сразу же скальные породы. Сделаю небольшую поправку, в своей гипотезе я коснусь только последствий второго потопа середины 19 века. Про первый потоп сказать что-либо сейчас сложно. Какие слои грязи остались от него? Они перемешаны вместе с той грязью, которую несли волны. Потому остановимся еще раз повторяю на втором потопе. Так почему же нету глины в сельской местности? И кстати нету ее и в лесах. Мое предположение следующее. В сельской местности и в лесах глина постепенно теряла скрепляющую ее влагу. Влагу из нее просто высасывала гигроскопичная почва полей и лесов. В результате чего глина превращалась постепенно в первичную пыль и раздувалась ветрами. И мы знаем, что по крайней мере до 60-х годов 20 века пыльные бури еще свирепствовали в нынешних черноземных районах Кубани, Ставрополья, Дона, Восточной Украины. А сегодня от этой глины, да и самой той раздутой пыли, даже следа не осталось. Везде чистый черный чернозем, скинувший из себя такое вот покрывало. Но все же в черноземе следы этого остались. И это твердые частицы. В основном песок, который просто в черноземе утонул. Какая-то часть песка, конечно же, находилась и в этой самой глине. Ну в основном она, конечно, состояла из пыли с водой, но песок туда тоже попадал. И вот эти твердые частицы песка сегодня присутствуют в нижних слоях чернозема. И если мы роем на Кубани яму, в нижних слоях этой почвы мы видим вкрапление песка, который продолжает постепенно тонуть. И со временем он просто окажется на границе чернозема и той почвы, на которой он лежит. Забегая вперед, скажу, что та почва, на которой лежит чернозем, тоже глина. Но глина после первого потопа оставшаяся, не после второго. Чернозем, по моей гипотезе, делали искусственно в межпотопный период. Об этом у меня есть фильм под названием «Битвы за чернозем». А вот в городах твердый грунт, дороги, площади, видимо, мощенные камнем, а в горах скальные породы не вытянули из глины влагу. Поэтому она и осталась скрепленной и не высвободила первичную пыль. Это, скорее всего, и объясняет, почему в городах и в горах слои этой глины до сих пор остались. Все зависит от той поверхности, на которую эта глина легла. И вы уже поняли, что в городах она легла на твердую поверхность вымощенных улиц. Конечно же, они тоже имеют определенную гигроскопичность, те же мостовые, которые она накрыла. Но этот процесс обезвоживания и потери скрепления этой глины, он просто гораздо дольше. Что происходит в горах? С течением времени глина, теряя свою скрепленность, также развивается ветрами. Но это происходит гораздо медленнее, чем в сельской местности, когда она лежит на черноземе или на любой другой почве. А как это происходит, мы хорошо увидим по вот этому вот видео из Анатолии. Мне его прислал Евгений Серебряков. Глина с гор развеивается, оголяя погребенные под ней руины строений. Что же случилось в городах с этой глиной? Ее просто не стали убирать. Видимо, это было очень трудоемко. И постелили сверху новые мостовые. Опять сначала булыжные, а теперь они асфальтовые и бетонные. Так эту глину законсервировали. Вот вам и те самые турбидиты, селевые и пирокластические потоки. Очень хороший пример, кстати, занос от грязевого вулкана, когда поток передается по воздуху. Вот интересный фильм на канале Валерий. Турбидиты, селевые и пирокластические потоки. А теперь, для ясности понимания, я расскажу о потоках селевых и потоках, которые возникают от извержения вулканов, то есть передающихся по воздуху. Считаю, что лучший способ что-то понять это, найти и изучить аналогии. В свое время я показал пример занесенности городка потоками от грязевого вулкана. В восточной части индонезийского острова Ява произошла большая трагедия. На поля начала изливаться грязь. Появился грязевой вулкан. Виновником извержения, прозванным Люси, стала индонезийская нефтяная компания Пинто-Брантас, бурившая скважину. Аналогия с занесенными глиной строениями понятна. Грязевый вулкан нам просто показал аналогию с предположенными, но и процессами образования грязи в атмосфере. Из пыли от падающих осколков спутника и воды. Вулкан показывает лишь механизм такого вот воздушного образования грязи. Там, правда, мелкофракционные частицы вылетают уже смоченные из земли. Но я думаю, многие поняли эту аналогию с грязевым вулканом. Однако, ни один вулкан не мог бы засыпать всю планету. Даже если бы этих вулканов было тысяча. Так что вулканическое обоснование образования этой грязи, я думаю, неуместно. Во время обоих потопов пыль с водой, ну, частично с песком, смешивалась в самой атмосфере. И пыль эта имела космическое происхождение. Кстати, так же, как и вода. Ну и в заключении. В своем фильме «Некоторые аспекты последней катастрофы» Валерий привел картинки художников 18 и 19 веков. Так как это выглядело их глазами? Может быть, вот так вот? На картине показано, что именно с неба лилась вот эта жидкая глина. Михаил Врубель, Александровская Слобода, 1899 год. Алексей Кондратьевич Саврасов, пейзаж с церковью и руинами, 1861 год. Так же все залито глиной. Начиная прямо сверху. Небо, как будто летящий мрамор, с белыми глыбами облаков, только пустая воздушная яма для неразборчивых знатоков. Николай Асеев, русский советский поэт. Жан Балтазар де Ла Траверс, вид на Неву и памятник Петру Первому, 1780-90-е годы. Что это летит по небу? Интересное такое. Он же Большой театр в Петербурге, 1790-е годы. Вся площадь усыпана песком или чем-то еще. Ровным слоем причем. И по-видимому крыши тоже желтеньким цветом прорисованы. Тоже Жан Балтазар. Смольный монастырь в Петербурге, 1780-е-90-е годы. Здесь справа, если увеличить, непонятная субстанция летит со шлейфом. Ощущение, что художник хотел передать скорость странного нечта. Шлейф. Чесменский дворец близ Петербурга, 1780-е годы. Также в небе все какая-то субстанция летает. Вид Новгорода, 1780-е годы. Здесь хотелось бы обратить внимание на странные отвалы песка или глины, поросшие зеленью вдоль крепостной стены. То, что мы считаем селью. В 1771 году русские войска взяли Феодосию приступом. В 1783 году Екатерина II своим манифестом включила весь Крым в состав России. В 1784 году полуостров был включен в состав Таврической области. В 1787 во время своего известного путешествия в Крым город посетила императрица Екатерина II. Что-то странное происходит в Феодосии спустя год после посещения ее царственной особы. Жан Балтазар, Крым, Кафа, Феодосия, 1788 год. По моему мнению, это падают остатки находящихся на орбите разрушенных небесных тел. И судя по этим картинам, мы видим, что эти остатки продолжали падать еще долго. Что после первой катастрофы 17-18 веков, что после второй середины 19 века. Но уже, конечно, в единичных экземплярах пик падений основной их массы приходился в разгар этих самых катастроф. А разгар этого падения, постоянного исмешивания во вторую катастрофу в середине 19 века, хорошо показал опять же Сергей Игнатенко в своем фильме. Свидетельство неизвестной катастрофы в России в середине 19 века. Где из документов он увидел период градобоев, то есть камнебоев предположительно с 1843 по 1846 год. Вот тогда упала основная масса. Но это что касается второй катастрофы. А в первую катастрофу, которая предположительно произошла с 1690 по 1710 годы, период этого падения сейчас, конечно же, неизвестен. Но я думаю, он продолжался тоже от года до трех. То есть что получается? Основная масса инопланетной пыли и песка с камнями, гидросферой, замерзшей даже той же самой атмосферой, облаками вращалась на орбите Земли и падала на поверхность, теряя свою скорость, аж три года. Это во втором случае. А единичные осколки периодически валились с неба аж до 90-х годов 19 века, что мы и видим на картинах. Кстати, и насчет первого потопа. То же самое. Картины художников у нас конца 18 века, показывающие такие же падения, единичных остатков. Но здесь, если учитывать хронологический сдвиг, эти художники писали во второй половине 18 века, так как и Пиранезе. Потому что катастрофа произошла в начале 18 века и примерно полвека устранялись ее последствия. Мир только восстанавливался. А вот во второй половине 18 века и появились какие-то художники. До этого люди просто выживали. То есть объяснение, что нарисовано на картинах, показанных Валерием, я думаю, дал. Что же происходило в период падения основных частей, я думаю, ни один художник не нарисовал. Там просто был мрак. Есть еще определенные свидетельства того, что в атмосфере находилось очень много взвешенных частиц. Это те самые картины, объясненные одним из греческих ученых, который показал по цвету заката и форме облаков, что атмосфера в периоды, когда эти картины были нарисованы, имела очень много взвешенных частиц, видимо пыли. Из-за чего изменялся цвет и форма закатов, ну и соответственно облаков. Об этом тоже многие знают. В общем, я попытался объяснить свое видение образования этой самой грязи, засыпавшей первые этажи зданий. Кто-то, конечно, со мной не согласится. Но это, опять же, моя гипотеза. И это нисколько не теория. Кто-то в этой гипотезе увидит рациональное зерно. Но пока мы только начинаем объяснять все эти процессы. Потому объяснений может быть еще очень много. А на сегодня все. До свидания. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пишите свои комментарии. Итак, многие из вас спросят, куда же девается пыль из атмосферы. Как мы понимаем, огромное количество пыли попало в атмосферу как раз-таки в 40-е годы 19 века. И потом с орбиты Земли продолжали валиться те же самые пылегрязевые и песчаные субстанции. Потом, как мы поняли, кроме этих попадающих из космоса, происходил процесс высвобождения пыли из той самой нанесенной грязи. То есть атмосфера была очень сильно запылена. Но, так как у нас большая часть поверхности Земли это океаны, конечно же, пыль туда и оседала. И процесс очищения атмосферы фактически произошел. Большая часть пыли просто осела в океаны и моря. Но, на сегодняшний момент, как мы все с вами знаем, пыль продолжает находиться в атмосфере. И попробуйте несколько дней в своей квартире ее не убирать. Даже через пластиковые окна она все равно появляется на шкафах, стенках, столах, на всех полированных поверхностях нашего интерьера. Откуда же эта пыль? Еще раз повторюсь, эта пыль как раз-таки из разрушаемой той самой грязи и глины, которая раздувается ветрами. Сколько этот процесс будет происходить, сказать, очень тяжело. Но, видимо, с течением времени пыли в атмосфере будет все меньше и меньше. Потихоньку она вся сядет в те самые океаны. А эта грязь и глина, которая засыпана на первые этажи зданий в городах по всему миру, с течением времени просто развеется. Конечно, не та, которую покрыли мостовыми или асфальтовыми дорогами. И как мы с вами видим, из сельской местности эта глина фактически уже вся раздута. Многие задают вопросы. Если железные дороги существовали до катастрофы середины 19 века, почему же их не засыпало? Да потому, что механизм раздувания пыли произошел на железных дорогах, так же, как и в сельской местности. Почва под этой глиной забрала влагу и ее давно развеяла. Конечно же, есть еще интересные моменты с этой самой глиной. В некоторых случаях на этой глине проросла трава. Особенно, если это многолетняя трава типа люцерны. Она тоже сковала верхние слои этой глины от раздувания. И на многих крепостях звездах, реально засыпанных этой глиной, мы и видим ту самую траву, которая просто ковром, как асфальт, покрыла эту глину и предохранила ее от развеивания по ветру. Скорее всего, что до катастрофы 17-18 веков, что до катастрофы 19 века, такого количества пыли в атмосфере не было. И мы с вами получили объяснение образования той самой пыли, которую сегодня нам постоянно приходится убирать. Ну и в самом заключении я коснусь темы, куда же делись люди в момент катастрофы 19 века. В 17-18 мы видим кучу скелетов, которые находят археологи в районе Тамани, Херсонеса и датируют их древним греческим или римским периодом. Но когда это произошло, мы все с вами понимаем, что эта катастрофа 17-18 века произошла в районе от 300 до 350. И там уже все останки скелетированы. Но интересный момент. Недавно на канале Револьвер Язычника автор, я правда не знаю как его зовут, но если еще раз автор пожелал назвать канал просто названием, это его право и мы не будем этот момент обсуждать. Но он снял очень интересное видео. И называется оно «Жертвы потопа 18-19 веков». В оконцовке этого названия он, правда, приписал аббревиатуру, смотрите пока не убрали ролик, но сам ролик очень интересный. Автор привел фотографии болотных жертв из немецких музеев. Германия очень плотно заселенная страна и там решили осушать болото. И начали они это делать фактически с 20-х годов или 30-х, 20-го века. А все, что они находят в болотах, в смысле человеческих остатков, они бережливо бальзамируют и выставляют в музеях. И вот мы с вами и видим на этих фотографиях, сохранившиеся до наших дней, как раз таки трупы тех жертв, погибших от этой грязи в 40-е годы 19 века. С целыми рыжими и светлыми волосами, фактически с цельными кожными покровами. И в отличие от жертв катастрофы 17-18 веков, фактически скелетированных, мы на них видим практически все ткани. А по цвету волос мы примерно представляем, кто же они были. На некоторых из них даже прически сохранились. И эта находка автора этого канала «Револьвер язычника» очень ценная. Никто до этого не обращал внимания на эти болотные трупы. Хотя об этих болотных трупах я смотрел множество документальных фильмов, где версия их гибели была фактически одной. Они тонули в болотах, либо кончали жизнь самоубийством. Но судя по позам, которые показал нам автор этого фильма, всех этих людей потоп застал врасплох. Видимо они просто находились в низинах или работали в полях. Тут их и накрыло вот этой самой грязью. И потому мы видим останки этих людей фактически чуть ли не в современной одежде. В сапогах, кожаных куртках. Видимо и в карманах у них что-то было, что нам не показывают. Правда опять это все историки датируют очень древним временем. Каким-то началом средних веков. А то и тысячами лет. Там датировки, кстати, на каждом экспонате разные. Но им приписывается различная история гибели. На этом все. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Мы продолжаем сбор средств на нашу экспедицию, запланированную на май месяц 2018 года под названием «Россия. Звонок в прошлое». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok